Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. В Болгарии прошел международный турнир по спортивной борьбе, в котором приняли участие наши борцы греко-римского стиля. И сегодня мы вам покажем все схватки с участием Акжола Махмудова. А спонсором нашей рубрики «Спортплощадка» выступает Сан-Клуб. Акжола Махмудова «А?» Итак, в болгарском городе Великотырного прошел традиционный международный турнир Дан Колос Николай Петров по спортивной борьбе. На этих соревнованиях в Кыргызстан представляли только борцы греко-римского стиля. Наши вольники и девушки поехали на другой турнир Яшар-Дагу, ну а здесь выступили греко-римляне. И сегодня мы вам расскажем о выступлении на этих стартах Акжола Махмудова. Итак, весовая категория до 77 килограмм. Стартовая схватка с участием нашего серебряного призера Олимпийских игр в Токио Акжола Махмудова. И на стадии 1-16 финала он встретился со спортсменом из Грузии Бека Мамукашвили. Как вы уже поняли, Акжол Махмудов в красном трико и, соответственно, в синем трико его соперник Бека Мамукашвили. Грузинский борец является бронзовым призером первенства Европы среди юниоров 2017 года. Бронзовый призер первенства Европы среди борцов до 23 лет 2019 года. Чемпион Грузии 2021 года. То есть Бека Мамукашвили является действующим чемпионом Грузии весовой категории до 77 килограмм. То есть вот в Грузии чемпионат страны проводится в конце года, под Новый год в конце декабря. И вот таким образом определяют состав на следующий год. Итак, один балл записан в актив грузинского борца. У него есть возможность провести результативную атаку в партере. Но, как мы видим, довольно хорошо обороняется Акжол Махмудов. И не удается борцу в синем трико провести результативный прием. Схватка продолжается в стойке. Но Акжола Махмудова, любители спорта, любители борьбы, уже хорошо знают. Тем не менее, напомню, что Акжол родился 15 апреля 1999 года в городе Бишкек. Но затем семья переехала в Орж, где он и начал заниматься борьбой. Когда учился в шестом классе, Акжол, семья вновь переехала в Бишкек. И Акжол стал тренироваться на базе СДИШОР Свердловского района у Жениша Сатыбалдеева. Ну а уже, когда перешел Акжол в восьмой класс, он поступил в Республиканское училище Олимпийского резерва, которое в настоящее время называется Республиканский спортивный колледж имени Ширила Садыкова. И уже здесь, в колледже, его личным тренером стал Мейрамбек Ахметов, заслуженный тренер Кыргызской республики. Акжол является неоднократным чемпионом Кыргызстана среди кадетов и юниоров. Впервые чемпионом страны среди взрослых Акжол стал в 2018 году, одолев в решающей схватке Кайратбека Тугалбаева. Итак, завершен у нас первый период. И мы смотрим момент, когда в положении сверху в партере был Бека на Мукашвили. И вот мы видим, как хорошо обороняется Акжол Махмудов. В принципе, в настоящее время довольно многие наши ведущие борцы хорошо стоят в партере. Это, конечно же, неотъемлемая часть борьбы и умения стоять в партере очень важно. Итак, второй период. Пытается активнее работать Акжол Махмудов. Как вы видите, занимает центр ковра. Но это, конечно же, для того, чтобы во втором периоде уже за пассивность наказали грузинского борца и его поставили в партер. Ну и, конечно же, здесь вот Акжол с первых секунд начал атаковать. И в итоге свисток. Один балл записывается в актив нашего борца. Ставится в партер Бека на Мукашвили. И сейчас у Акжола будет возможность провести результативную атаку. Итак, в атаке Акжол Махмудов мы знаем, что он умеет прекрасно вытаскивать из партера своих соперников. И вот в этот раз ему это в очередной раз удалось. 4 балла записано в актив Акжола. Таким образом, 5-1 становится счет. И выходят спортсмены за пределы ковра. Схватка будет продолжена в стойке. На международной арене Акжол Махмудов начал выступать в 2015 году. Впервые он принял участие в первенстве Азии среди кадетов. И в 2015 году стал чемпионом. Впрочем, в 2016 году он повторил свой успех. И стал двукратным чемпионом Азии среди кадетов. Также в 2016 году Акжол стал чемпионом мира среди кадетов. В 2017 году Акжол стал чемпионом Азии уже среди юниоров. А вот на первенстве мира 2017 года он стал серебряным призером. Наверное, многие помнят финальную схватку с американцем Камалом Мирбеем, которую провел Акжол Махмудов. И в итоге уступил он американцу и занял второе место. Но в 2018 году Акжол Махмудов стал самым молодым в Кыргызстане чемпионом Азии. Этот чемпионат проводился у нас в Бишкеке. И вот тогда Акжол завоевал звание чемпиона. Ну и также в 2018 году Акжол стал серебряным призером 18-х азиатских игр, которые проходили в столице Индонезии, Джакарте. Был шанс у Акжола стать чемпионом мира среди юниоров еще один раз. В 2018 году возможность у него была... Ну, там он стал бронзовым призером. В полуфинале уступил по замечаниям борцу из России. А вот в борьбе за третье место он выиграл американца Камала Мирбея, которому проиграл двумя годами раньше. Ну и в итоге, так сказать, взял реванш. Ну и вот схватка у нас завершена. Со счетом 5-1 победу одержал Акжол Махмулов и вышел в 1-8 финала. Ну, а мы давайте еще раз посмотрим атаку в исполнении кыргызстанца. Прекрасный прием в исполнении Акжола. И он проходит в следующий круг. Итак, 1-8 финала. Здесь Акжолу Махмудову противостоял хозяин ковра, представитель Болгарии Златомир Эмилов. Болгарский борец первый круг по воле жребия пропускал. Ну и в принципе о нем практически ничего не известно. Могу сказать, что единственный результат на турнирах под эгидой United World Wrestling это 25-е место на чемпионате мира 2021 года среди борцов до 23 лет. Больше в принципе никаких результатов о нем нет, никаких сведений. Итак, довольно уверенно действует Акжол Махмудов. Мы видим руки сверху у него. То есть работает наш борец довольно активно. Занимает центр ковра. И пока Златомир Эмилов ничего не может противопоставить Акжолу Махмудову. Рефери на ковре говорит болгарскому спортсмену, что нужно действовать поактивнее. Но как мы видим, Акжол все равно доминирует. И в итоге один балл записывается в актив кыргызстанца. И борец из Болгарии Златомир Эмилов ставится в партер. У Акжола есть возможность провести результативную атаку. Итак, свисток. И на обратный захват берет Акжол своего соперника. 4 балла записывает свой актив. Еще одна попытка вытащить соперника вновь удается. Еще 4 балла. И таким образом, со счетом 9-0 в этой схватке победу одержал Акжол Махмудов. Давайте еще раз посмотрим атаку в исполнении нашего борца. Ну и в принципе, довольно уверенно в действии Акжол. И практически в этой схватке выиграть ему не составило труда. Итак, четвертьфинал. И в четвертьфинале Акжолу Махмудову противостоял представитель Сербии Алекса Ильич. Сербский борец в красном трико. Первый круг он по воле жребия отдыхал. А в схватке за выход в четвертьфинал нанес поражение кыргызстанцу Акалбеку Таланбекову. В этой весовой категории до 77 кг Кыргызстан представляло два спортсмена. Акжол Махмудов и Акалбек Таланбеков. И вот в схватке за выход в четвертьфинал Акалбек уступил борцу из Сербии. И таким образом вышел Алекса Ильич на Акжола Махмудова. Ну если далее рассказать, так сказать, о спортивной карьере Акжола. Осталось сказать то, что в 2021 году он стал победителем. А вот прекрасный прием в исполнении кыргызстанца. Четыре балла он зарабатывает. И попытается вытащить Серба, но не получается. Довольно неплохо Серб стоит в партере. Как будто прилип он к ковру, не сумел вытащить его Акжол. Тем не менее 4-0 в пользу карьерстанца. И схватка продолжается в стойке. Ну так вот, в 2021 году Акжол стал победителем азиатского олимпийского квалификационного турнира в городе Алматы. Завоевал он там путевку на олимпийские игры в Токио. Ну а на самой олимпиаде, как вы знаете, он стал серебряным призером олимпийских игр весовой категории до 77 килограмм. Уступив финальной схватке венгру Тамашу Леренце. Итак, минута у нас до перерыва. По-прежнему доминирует на ковре Акжол Махмудов. Старается держаться в центре ковра. Пытается серб что-нибудь предпринять. Но, как мы видим, пока ничего у него получается. Довольно высокая стойка у Акжола Махмудова. Голову, как вы видите, он, в принципе, держит прямо. И за счет этого, естественно, ему дается активность. Едва не вышел за пределы ковра Алекса Ильич, сербский борец. Сумел он устоять. Ну и, в принципе, первый период у нас завершен. Со счетом 4-0 ведет Акжол Махмудов. Ну а мы давайте еще раз посмотрим вот этот прием исполнения Акжола. Ну и стоит отметить, наверное, что очень мало борцов, которые проводят приемы со стойки. А вот у нас, в принципе, в Кыргызстане такая школа греко-римской борьбы, что у нас очень многие ребята могут бросить со стойки. Это и Акжол Махмудов, и Жаламан Шаршинбеков, и Атабек Азизбеков, и Узур Джушубеков. Ну и еще целый ряд борцов, которые умеют проводить приемы со стойки. И этим, наверное, наша школа борьбы отличается от других школ. Европейская, американская и так далее. Один балл записывает свой актив Акжол Махмудов. Вышел за пределы ковра Алекса Ильич. И схватка продолжается в стойке. Ну вообще, если говорить о том, как выступили наши ребята на этом турнире, можно отметить, что победителем турнира стал Балбайдардоков. Он выступал в весовой категории до 55 килограмм и завоевал звание чемпиона. Но мы видели, что еще два балла записал в свой актив Акжол Махмудов. И таким образом счет стал 7-0 в пользу Кыргызстанца. Ну так вот, победителем турнира в категории до 55 килограмм стал Балбайдардоков. И шесть бронзовых призеров на этом турнире у нас было. Один из них вот Акжол Бахмудов. Ну а еще бронзовыми призерами стали. В весовой категории до 60 килограмм бронзовую медаль завоевал Жаламан Шаршенбеков. В весе до 63 килограмм бронзовым призером стал Тенар Шаршенбеков. Это двоюродный брат Жаламана. В категории до 67 килограмм Марлен Асекеев стал бронзовым призером. В этой же категории до 67 килограмм третье место занял Эльдияр Сатаров. И в весовой категории до 97 килограмм бронзовой награды удостоился Узур Джосубеков. И в итоге на этом турнире сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла третье общекомандное место, набрав 110 баллов. Первое общекомандное место заняли грузины, набравшие 148 очков. Второе место, как неудивительно, заняли болгарские спортсмены, 112 очков. Оказалось, и вот у кургызстанцев мы набрали 110 очков и заняли третье командное место. Но стоит отметить, что за болгар выступает очень много легионеров. Ну, в основном это представители Армении. Ну, можно даже сказать, не Армения, а представители армянской национальности. Потому что там есть армяне и из России, и из Грузии и так далее. Итак, пытается сербский борец что-нибудь предпринять. Не получается. Со счетом 7-0 ведет Акжол Махмудов. Как вы знаете, в течение почти двух лет Акжол не выступал. Была у него довольно серьезная травма. Но сумел через все, так сказать, пройти Акжол. Три операции перенес. Но в конце концов вот он восстановился и доказал, что он действительно настоящий борец. Доказал, что он еще не все сказал на борцовском ковре. И стал вот серебряным призером Олимпийских игр. Итак, завершена у нас четвертьфинальная схватка в категории до 77 килограмм. Мы смотрим атаки в исполнении Акжола Махмудова. И он становится победителем этой схватки. И в полуфинале Акжол Махмудов встретился с борцом из Болгарии армянского происхождения Айком над Санакяном. Болгарин первый круг отдыхал. В схватке за выход в четвертьфинал одержал чисто техническую победу над Ковичей Ананидзе из Грузии. А в четвертьфинале выиграл венгра Зултана Ливаи. Ну, как я уже сказал, болгарский борец армянского происхождения, а вообще на Цанакян житель России. Хотя родом из армяно-населенного региона Грузии Санцхеджавахети. В 2017 году он переехал в Болгарию и выступает под флагом этой сборной. В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште весовой категории до 72 килограмм он завоевал бронзовую медаль. В апреле 2019 года на чемпионате Европы в Бухаресте он также стал бронзовым призером. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане он завоевал также бронзовую медаль, и наступив в полуфинале борцу армянского происхождения из Узбекистана Арама Варданяна. Итак, вот мы видим, что армянский, точнее болгарский борец действует довольно агрессивно. Голова у него внизу, наносят он Акжолу удары головой, и почему-то вот рефери на ковре не делает ему замечания. Хотя уже давно, вот опять вы видите, он специально головой, болгарский борец идет на Акжолу, и рефери на ковре практически не делает ему ни замечаний, ничего. Хотя, в принципе, наши тренеры могли бы выбросить челлендж, чтобы еще раз просмотреть момент. Напомню, что главным тренером нашей сборной по греко-римской борьбе является Азатор Кенбаев, а старшим тренером Улухбек Карачулоков. Ну, вот вообще в наглую действует болгарин. И, как вы видите, судья никаких действий не предпринимает, замечания не делает. Но надо отдать должное Акжолу, то, что он ведет себя как мужчина, не апеллирует к судьям. Хотя, со стороны Мацанакяна это, конечно же, некрасиво. Один раз уже встречались эти борцы. Это было на турнире памяти заслуженных тренеров и спортсменов Украины в 2021 году. И тогда победу одержал Акжол Махмудов. Итак, 1-0 после первого периода. Вот сейчас вроде рефер на ковре показал, чтобы голову повыше держал на Цанакяна. Но он, как вы видите, вновь идет лбом вперед. Бьет опять Акжола. И опять никаких замечаний со стороны рефери. Ну, все понятно. В Болгарии проходит турнир. Борец из Болгарии. Вот мы видим. Азат Аркинбаев, Урбек Карачулоков. Что-то подсказывают. Хотя, в принципе, надо было просто выкинуть челлендж, чтобы просмотрели. Еще раз этот момент. Итак, 1-1 счет. И вот раньше с виска опять на Цанакян поднялся. Не дал возможности Акжолу взять захват. Опять же здесь, на мой взгляд, Азат Аркинбаев должен был выбросить челлендж. Потому что раньше с виска двинулся болгарский борец. Должны были просмотреть еще раз этот момент. Но почему-то вот челлендж мы не выбросили. 1-1 счет по-прежнему. И вновь головой вперед идет Айк на Цанакян. Ну, конечно же, он не бороться вышел, а, по-моему, он вышел драться. Конечно, очень некрасиво действует болгарин армянского происхождения. Ну, и судьи, судя по всему, заодно. Так как практически ни одного замечания ему не сделали. Итак, поставлен в партер Акжол Махмудов. Хотя непонятно, за что был поставлен в партер. Вытаскивает его болгарин. Но, как мы видим, он проводит прием, но сам падает. Накрывает его Акжол. Должны были Акжолу дать 2 балла, но дали 2 балла. Вот рефери на ковре показывает 2 балла Акжолу. А руководитель ковра дал 2 балла болгарскому борцу. Но это вообще уже без культуре. Как это можно, ну, челлендж. В принципе, за это тоже могли бы. Вот еще раз мы видим этот момент. Конечно же, 2 балла должны были записать в актив Акжола Махмудова. Но записали 2 балла в актив Мацанакяна. И еще за челлендж 1 балл дали. Якобы мы челлендж проиграли. Хотя всем нормальным, так сказать, людям было видно, что 2 балла заработал Акжол Махмудов. И еще, в принципе, с ковра убежал Акжол на Цанакян. После проведения приема там тоже можно было поставить болгарина в партер. Потому что он с ковра убежал. Должны были дать ему замечание и в партер поставить. Но, опять же, видите, ничего этого не происходит. Судьи на стороне хозяина ковра. Айка Мацанакяна. Ну и, в принципе, тут уже все было понятно. Вытащили за уши Армянина. Хотя показал он себя с самой худшей стороны. Будем надеяться еще встретиться борцами между собой. И тогда уже Акжол не на таких соревнованиях мелких, а уже на крупных соревнованиях Акжол покажет и проявит себя. И, так сказать, возьмет реванш. И, таким образом, проиграв в полуфинале, Акжол получил возможность побороться за третье место. И в борьбе за бронзу он встретился с представителем Венгрии Золтаном Левая. Венгрии в красном трико. Он в стартовой схватке выиграл датчанина Оливера Крюгера. На стадии 1-8 финала одолел борца из Грузии Димури Кавторадзе. Ну а в схватке за выход в полуфинал уступил Мацанакяну. Венгрии родился в 1996 году. Борьбой занимается с 2000 года. С 2011 года Золтан Левай в ранге кадета начал выступать на международной арене. В 2016 году он стал чемпионом Европы среди кадетов. В 2017 и в 2019 годах он одерживал победы на первенствах Европы среди спортсменов не старше 23 лет. В 2019 году венгер впервые принял участие, впервые в карьере принял участие на взрослом чемпионате мира и занял итоговое 9 место. Итак, есть возможность у венгера провести результативную атаку. Поставили в партер Акжола Махмудова. Но, как мы видим, хорошо обороняется наш борец. Ну и в принципе, пора уже ставить в стойку спортсменов. И схватка будет продолжена в стойке. В феврале 2020 года на чемпионате Европы в итальянской столице Золтан Левай в схватке за золотую медаль уступил спортсмену из Азербайджана Сарану Сулейманову и стал серебряным призером чемпионата Европы. Ну и кстати, можно сказать, что именно этот борец, так сказать, закрыл дорогу Роману Власову на Олимпийские игры. Дело в том, что состав кандидатов в этой весовой категории, ну как, впрочем, и в других категориях у россиян, отбирался на турнире в Польше, турнире Петлясинского. И вот на тех соревнованиях в полуфинале Роман Власов проиграл борцу из Венгрии. Вот это, ну, Левай. Ну, третье место Власов все же занял, стал бронзовым призером. Но другой российский борец стал победителем, и таким образом Роман Власов потерял шанс на Олимпиаду в Токио. Итак, атака в исполнении Акжола. Два балла он записывает в свой актив. И пытается развить свое преимущество. Ну, в принципе, венгры тоже хорошо стоят в партере. Ну, в принципе, европейцы, довольно многие стоят хорошо в партере. Не удалось Акжолу провести прием. Тем не менее, счет 2-1 в пользу каргастанца, и схватка продолжается в стойке. Ну, а если говорить о том, как выступали наши борцы греко-римского стиля в прошлом году, если, так сказать, подвести итоги, то, в принципе, наши греко-римляне выступили в прошлом году на международных стартах довольно неплохо. На чемпионате Азии 2021 года серебряными призерами стали Руслан Царев, Каледина Сакеев и Атабек Азизбеков. А бронзовыми призерами стали Нур Мухаммед Абдуллаев, Аман Тур Исмаилов, Кайрат Бек Тугалбаев, Бек Султан Махмудов и Нурат Рамонов. К сожалению, чемпионов у нас не было. Было 3 серебряных призера. Итак, у Акжула была возможность провести прием, не получилось. Тем не менее, счет 3-1 в пользу кыргызстанца. Шаломан Шаршинбеков во второй раз в своей спортивной карьере стал серебряным призером чемпионата мира. Также на турнире памяти заслуженных тренеров и спортсменов Украины победителем турнира стал Узур Джусут Беков. Напомню, тогда он в полуфинале одолел одного из лучших борцов мира в категории до 97 кг. Акжула. Серебряным призером в Украине стал Жароман Шаршинбеков. Третье место занял Аман Тур Исмаилов. Ну и на международном турнире в Турции вехбеемре Хамид Каплан. У нас было 4 бронзовых призера. Это Акжул Махмудов, Атабек Азизбеков, Калидина Сыкеев и Узур Джусут Беков. А у нас в партер поставили Акжола, и у Венгра есть возможность провести атаку. Ну вот, выходит за пределы ковра Акжол, показывает Венгра, что якобы Акжол Махмудов убегал, но по-моему Акжол не убегал. Просто пытался Венгра провести прием, и куда уже Акжола было деваться. Тем не менее, один балл записали в актив Венгра, и снова Акжола поставили в партер. Ну, в принципе, все понятно, в Европе проходят соревнования, и судьи всегда на стороне европейцев. То вот, прошлую полуфинальную схватку с болгариным, там явно засудили, и вот теперь Венгра борется с Акжолом. Ну, Акжола только одна возможность, отстоять в партере, не дать провести прием Венгру. Удалось нашему борцу отстоять. В итоге он ведет со счетом 3-2, и буквально 16 секунд остается до конца этой схватки. Пытается в желтом Левай что-нибудь предпринять, но здесь уже опыт Акжола сказывается. В принципе, вот здесь можно было даже 4 балла дать Акжолу, но, как вы видите, счет по-прежнему 3-2, хотя там нужно было дать 4 балла. Тем не менее, победа Акжола Махмудова, и он становится бронзовым призером международного турнира Дан Колов Никола Петров 2022 года, с чем мы его и поздравляем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы желаем нашим борцам успешного выступления в дальнейших стартах. А сегодня у нас в гостях заслуженный тренер Каргызской Республики, старший тренер Республиканского спортивного колледжа, личный тренер Акжола Махмудова, Мейрамбек Ахметов. Здравствуйте, Мейрамбек. Добрый день. Прошел у нас международный турнир в Болгарии. Дан Колов Никола Петров. Как вы оцениваете этот турнир? Трое учеников у вас там выступали. Марлен Ацекеев, Калидин Ацекеев и Акжол Махмудов. Как вам прошедшие старты? Нет, турнир он очень нужный. Тем более, уже давно ребята не боролись. Я думаю, это очень важно. Тем более, на международном побороться. Как говорится, прочувствовать. Например, ребята давно не боролись. После чемпионата уже сколько прошло? Почти полгода. Я считаю, это правильно, что съездили ребята, поборолись. Да, там многие команды, конечно, не участвовали. Некоторые там в России и другие силы. Но в целом турнир был хороший такой. И для того, чтобы прочувствовать свои ошибки, свои недостатки, я думаю, да. Поэтому и ребята, в принципе, боролись нормально. Одно золото, шесть бронзы. То есть это хороший старт был. А не лучше ли было бы на рейтинговом турнире в Турции на Ашвардогу выступить? Нет, рейтинговом можно, конечно, было бы. Но единственное, на рейтинговом весовая категория идет по нулям. Без допуска. А здесь многие ребята, я так знаю, что они гоняют вес. Поэтому им лучше было бы отбороться с допуском, чтобы потом на чемпионате Азии уже надо будет по нулям бороться. Поэтому под подряд заниматься весской загонкой. Другое дело, можно было бы разделить, кто не гоняет вес, например, и они боролись бы на рейтинговом. А кто с весом, большой вес, они боролись бы на болгарском. В принципе, это было бы нормально. Рейтинговые есть, рейтинговые. Более такое, как бы сказать, в своем весе прочувствовать. Я считаю, надо рейтинговых участвовать в турнирах. Ну, с другой стороны, получается, поберегли наших спортсменов, чтобы они два раза не гоняли. Это понятно. Но рейтинговый турнир, вот сейчас сразу целый ряд наших борцов стал первым номером в рейтинге. Вот Тарназар Акматалеев, Айпериме, Этказы, Майорин Джуманазарова. Это скажется на дальнейших выступлениях? То, что они выше в рейтинге. Рейтинга, когда участвуют, ребята там набирают определенные очки. Это входят в официальные соревнования, чемпионат Азии, чемпионат мира. И рейтинговые четыре турнира по всему миру. И вот по окончании набранных очков уже они на чемпионате мира будут рассеиваться. То есть с сильными сразу не встретятся? Да, победители, например, они разойдутся. Будут в разных пульках бороться. То есть это в принципе нормально, я думаю. И рейтинг еще, как бы сказать, со стороны ЕУВ. Там есть своя поощрительная система. Кто занимает там первую, они награждаются, как бы сказать. Поощряются как-то, да? Да, поощряются материально. Но это не в этом дело. Самое главное, конечно, в рейтинге другое дело. Когда ты вес не гоняешь и борешься по нулям, это большое дело. Когда у нас многие ребята, можно было, кто не гоняет, побороться на рейтинге. В принципе, стараются не бороться, это неправильно. Вот наши девочки молодцы, они всегда на рейтингах участвуют. Никогда не пропускают. Я считаю, это правильно. Лидерам, чтобы, тем более, если они сейчас не участвуют на чемпионате Азии, они бы на рейтинге поборолись, было бы неплохо. Ну, сейчас вот в настоящее время много разговоров о том, что рейтинговый турнир все-таки судейство намного выше и лучше, чем на обычных турнирах. Большие проблемы были в Болгарии с судейством, и опять нашим борцам пришлось с этим столкнуться. Согласен. В том плане, что рейтинговый турнир, там судят судьи олимпийской категории и первой категории. А обычные турниры международные, там судят третья, вторая категория. То есть судейская категория намного ниже квалификации. Поэтому, естественно, рейтингом гораздо объективнее, гораздо лучше. Вот то, что мы видели, там видно было. Например, на рейтинге не было никаких. В Болгарии видно. Это от класса судей зависит. Конечно, если уровень судей низкий, они будут, конечно, такие ошибки делать. Поэтому там, где классика судей выше, там более объективно и действительно будет так. Ну, после турнира в Болгарии очень долгое время обсуждался вопрос. Даже сейчас, по-моему, обсуждают схватку полуфинального Акжола Махмудова с болгарином армянского происхождения Айком Наценкяном. Там же явно, так сказать, тащили за уши болгарина. Да, эти многие видели. Я не хочу, говорится, оправдывать или защищать. Но говорю, как оно есть. Когда была эта схватка, мы все видели, что Болгарин, он призер мира. Почему он чемпион Европы был или призер? Ну, участвовал на Олимпийских играх. Да, видно было это. Даже невооруженным глазом видно, что это не борьба была у него. Он вышел не туда не бороться, а драться чисто. Видели. Здесь просто надо было, знаете, вовремя надо такие действия пресекать. Для этого и тренеров есть челлендж. Например, первый фактор, когда он начал головой бить, в этот момент надо кидать челлендж. Что вот он говорил, они бы остановили бы, тогда бомбы не продолжал. Здесь не кинули челлендж, она как бы, они загладили это, промолчали. И вся схватка такая грязная пошла. Вторая, например, была кинуть челлендж. Когда в партере он раньше времени не свистнул, встал, вот в этот момент надо было тоже кинуть. Они кидают, когда уже действия пошли. А надо в течение 5-10 секунд максимум кидать. Опоздали, не кинули челлендж дальше. Там было действие. Действие и то тоже, как бы, в пользу болгарина. Там было неполноценно, но он не упал же на живот, а упал на четвереньки. В этих действиях не оценивается. Тоже здесь необъединено. Здесь чисто сыграл формат, что там болгарин дома борется. Там сидит и болгарский представитель судейский, был инструктор со Словении. Он, конечно, под болгар подыграл. Оценил 2-1. Наши челлендж кинули, они посмотрели, 2-1 оставили. А по идее, там было нарушение. Он убежал за ковер. Два балла под упражнение. То есть в трех позициях должны были наказать. И ни в одной позиции не наказали. По-моему, есть еще одна позиция. Когда Азад, наш главный тренер, выбросил челлендж, он его пнул ногой в сторону. По-моему, это тоже не спортивное поведение. Он же ногой выпнул. За это тоже наказали. Должны были наказать, наверное. Ну, в правилах там не написано, что за удар соперника там написано, да, делается предупреждение. Ну, все равно это неуважение к стороне, неуважение, я не знаю, к сопернику взять. Ну, в основном по борьбе надо смотреть. Вот по борьбе было, конечно, вообще, это не борьба. Это была, естественно, грязная борьба. Боролся болгарин. Ну, обжел же фотографию, прислал потом, весь в синяках, все лицо разбито. В партере раньше с виска встал. Это же... Пока ничего, борец верхний не начнет работать, сверху вставать нельзя. Если это все прекрасно знают. Это просто, я говорю, подыграли. Ну, я думаю, это и к лучшему, даже пусть. Это обычный турнир был. Самое главное, на официальных соревнованиях, чтобы такие промахи не давать. Я думаю, он с Джолом разговаривал. Он говорит, немного сам, говорит, как-то после удара был, как-то, говорит, расслабился в том плане. Но это, говорит, на пользу даже пошло. Боролся с Венгром. Хороший Венгр, уже призер Европы, чемпион Европы был. Боролся и Власова выиграл. И с ним за третье место Джол показал хорошую борьбу. Действительно, борьба была там. В этом, я считаю, это, в принципе, это даже нормально он боролся. Показал хорошую борьбу. Видно, класс уже намного выше стал уровень. Хороший борьба настоящая, греко-римская. Борется прямо. Стойки высокие. Это очень радует меня. Мне понравилось еще то, что Акжул не стал отвечать на эти удары головой. Не стал апеллировать к судьям. Не стал никому обращаться. То есть, как бы боролся как настоящий мужчина, как борец высокого уже класса. Я думаю, это все равно зрители оценили все. И лидеры, борцы, наверное, тоже. Это, знаете, о чем он говорит? Это называется, помимо себя, не поддаваться эмоциям. Знаете, если бы он начал возмущаться, это лишняя трата энергии. И играть на публику, нет. Борец должен выходить и бороться. Сейчас данные большие же полномочия. Если хотите вмешаться, есть челлендж, когда расстановят, посмотрят. А я здесь, я считаю, это действительно хладнокровно боролся. Эмоциям не поддавался. Выходил и боролся. Но это пусть на совести судей, которые так судят. Но такие фокусы на чемпионате мира не пройдут. Так что... Ну, раз у нас передача об Акжоле Махмодове, мы посмотрели 5 его схваток. Теперь планы какие именно у Акжола? Да, сейчас будут сборы у нас здесь на Асекуле. Приедут, по-моему, сборную Узбекистана. Приедет, будем готовиться здесь. Потом будет чемпионат Азии. Он не участвует на чемпионате Азии. После чемпионата Азии, как будет, я думаю, тоже один турнир съездим. Обязательно на турнир. Сейчас вот Украине, видим, там был турнир запланирован. Сейчас не получится уже. Ну, значит, в другую страну обязательно какой-то старт сделаем. И потом уже начнем готовиться к азиатским играм. Главное, азиатские олимпийские игры в этом году. Главный старт чемпионата мира, они совпадают. Поэтому мы чемпионатами не будем участвовать. Главная задача выиграть азиатские игры. Будем туда готовиться. Удачи. И в завершении разговора можете пару слов сказать телезрителям, болельщикам. Спасибо вам, конечно, что приглашаете постоянно. И многие, я знаю, любители спорта. Всегда приятно, когда переживают, болеют за нас. И действительно охота, чтобы радовать наших зрителей, наших болельщиков, юных болельщиков всех. И мне бы хотелось бы, самое главное, чтобы у нас в стране была стабильность. Чтобы у нас был, как говорится, мир. Чтобы у нас люди жили лучше и лучше, скажем, годом. Самое главное. Чтобы молодое поколение у нас было действительно достойное. Вот у нас есть такие спортсмены, на которых они были бы похожи. Поэтому всем здоровья. Спасибо. Болейте за нас. Впереди много красивых соревнований, хороших. Я думаю, мы еще порадуем вас. Так что спасибо вам всем. У нас в гостях был заслуженный тренер Кыргызской Республики. Старший тренер Республиканского спортивного колледжа. Личный тренер наших двух призеров Олимпийских игр. Канадбека Бегалиева и Акжола Махмудова. Мейрамбек Ахметов. Спасибо, что пришли, Мейрамбек. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, это довольно дружная и большая семья, которая всегда рада гостям и новым друзьям. Недавно Карвин спортклуб посетила, наверное, одна из самых известных на данный момент спортсменок мира – Валентина Шевченко. Напомним, что Валентина Шевченко является действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе и занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов, независимо от женской весовой категории. Кроме того, она является 11-кратной чемпионкой мира по тайскому боксу, трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу и двухкратной чемпионкой мира по ММА. Обладает титулом «Лучшая женщина-тайбоксер мира». Валя является мастером спорта международного класса по тайквондо и муай тай, а также мастером спорта России по боксу и дзюдо. Для почетной гости провели небольшую экскурсию по Карвину и рассказали о работе фитнес-клуба. Ведь здесь членам Карвин спортклуба предлагается очень много услуг, а в завершении визита менеджер Карвин спортклуба Леана Грещенко вручила Валентине Шевченко клубную карту на посещение этого замечательного фитнес-клуба. В общем, добро пожаловать в Карвин-клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова